Библиотека имени Маяковского стала участником ежегодного интеграционного форума в Ростове-на-Дону. Организатором форума выступила Президентская библиотека Санкт-Петербурга. Программа включала в себя рабочее совещание, а также 12-ю научно-практическую конференцию «Культурное наследие. Интеграция ресурсов в цифровом пространстве». Для меня это был первый раз, когда я присутствовала на мероприятии такого уровня. Во-первых, это директора. Это значит, что они решают вопросы, которые связаны непосредственно с нашей работой, но они изнутри показали, мне была показана эта работа изнутри, как создаются какие-то законы, какие-то правила. В Ростове-на-Дону собрались представители 14 регионов России. Мероприятия проходили параллельно и в Санкт-Петербурге. В течение нескольких дней участники форума обсуждали вопрос об объединении архивов и фондов в цифровой среде. Президентская библиотека с 2011 года ведет работу, чтобы создать общий каталог музеев, архивов и библиотек. Сейчас это представляет достаточную проблему, потому что каждая из структур работает в своем цифровом пространстве, у них свои программы. А вот как это объединить, в этом и заключается цель президентской библиотеки, цель конференции обсуждалась. А как создать единое цифровое пространство вот этих вот ресурсов. Также участники форума обсудили важный вопрос о создании на территории России модельных библиотек. Многие учреждения страны ждут перехода на новый уровень, где наряду с книжными полками будут соседствовать новейшие цифровые технологии. Татьяна Сапожникова выступила со своим докладом на тему о традиционных форм работы к новым возможностям и рассказала об опыте онлайн-мероприятий. Я очень надеюсь, что наша библиотека вот после этой конференции, после моей поездки, что-то у нас изменится, и мы выйдем в новое информационное пространство. Потому что я думаю, что все саровчане ждут, что библиотека станет новым учреждением, именно нового типа, не дожидаясь, может быть, превращения ее в модельную библиотеку. Также на конференции рассказали про работу библиотечных проектов, ведущих зарубежных стран. Все выступления ежегодного интеграционного форума можно посмотреть на YouTube-канале президентской библиотеки.